В Бородино прошел второй этап чемпионата Красноярского края по мотокроссу. В Бородино в театре «Поиск» Какие награды получили актеры Лисосибирского драматического театра в юбилейном сезоне? В Бородино Выступления юных вокалистов, задорные конкурсы от Боцмана. Библиотека Маяковского торжественно открывает летнюю площадку. Традиции уже много лет. Однако раньше библиотека под открытым небом переезжала с места на место. Сегодня литературный сквер имеет постоянную прописку непосредственно за зданием библиотеки. И первыми гостями стали дошколяты и участники летних школьных площадок. Мы открываем литературный сквер и на все лето отправляемся в волшебное плавание по морю увлекательных книг и океану удивительных открытий и развлечений. Еще в прошлом году пустующую много лет территорию за библиотекой облагородили, сделали дорожки, детскую площадку, лавочки, скворечники, книжные полки. И теперь здесь можно интересно проводить свой досуг. Не только поваляться в мягких креслах с любимой книжкой. Домино, морской бой, приключения пиратов и другие настольные игры будут интересны и детям, и взрослым. Для любителей активного отдыха свои развлечения. Тут же можно посетить мастер-класс. Сегодня, например, изготовление тактильных книг. Нужно уметь прокладывать маршрут по карте, определять свое положение по компасу. Немало желающих решили присоединиться к краевую акцию «День чтения вслух». Мне очень понравилось, потому что тебя слушают дети, их много очень. И поэтому ты, когда разговариваешь, тебя слышишь очень хорошо. Старались разнообразить, и у нас будут всевозможные марафоны, акции, мастер-классы проходить. Здесь можно будет вспомнить правила дорожного движения, можно будет узнать какие-то правовые вопросы. То есть это для взрослых уже будет. Для детей в основном будут вот такие вот, будем читать много вслух, дети сами будут читать, будут читать взрослые. Всю информацию подробную можно увидеть на нашем сайте библиотеки и страничке ВКонтакте. Работать литературный сквер будет все лето, вторник-среда с 10 до 13 часов, четверг с 16 до 20. В пятницу с 21 до 23 здесь же запланированы показы фильмов. Репертуар кинопикников можно также найти на сайте библиотеки. В Железногорске впервые прошла спартакиада органов социальной защиты населения Красноярского края. На состязание собралось 250 сотрудников управлений и учреждений соцзащиты из 23 городов и районов региона. В программе соревнований были включены как привычные волейбол и стрельба, так и неожиданные дисциплины мультиспорта. Кракет, гольф, бочи. По итогам спартакиады первое место у команды Зеленогорска, Серебро-Уканска, бронза у Березовского района. Я поздравляю вас с совершением спортивного марафона. Уверен, что вы здесь познакомились, подружились. И главное, конечно, здесь не результаты спортивные, хотя это тоже немаловажно. А то, что вы все вместе здесь сегодня провели замечательные соревнования и показали, как мы будем жить, используя здоровые образы. Мы еще воспитаем вот это вот чувство в наших детях, во наших внуках. Но сегодня ситуация такова, что берега нашего озера не совсем чистые. Я хочу прежде всего выразить благодарность вам, уважаемые друзья. На общем сборе у Парнинского дома культуры около 70 человек. Традиционно в ежегодной акции принимают участие сотрудники казенных и бюджетных организаций, а также общественники. На очистку берегов озера Большое вышли и представители местной общественной организации инвалидов за равные права. К сожалению, туристы приезжают и не у всех, не знаю, воспитание, наверное, или как. То есть оставляют за собой мусор, не привучены убирать. Вот приходится нам в том числе принимать участие в таких вот акциях. На самом деле для себя это тоже и полезно, и труд, как говорится, объединяет, облагораживает и воспитывает. Только хорошее чувство. В связи с большим потоком отдыхающих на берегах водоемов остается немало отходов. Каждую осень по окончании туристического сезона экологические десанты тщательно убирают территории и озер. Но работы хватает и весной. Татьяна Зелевская, учитель Парнинской школы к Большой Угорке привлекла внуков. Детей-то учим, чтобы дети не мусорили, но дело в том, что мусор это не дети, а взрослые, которые здесь отдыхают. Но тем не менее детей привлекаем, учим, чтобы охраняли свою природу. И вправду основной мусор, который приходится собирать здесь участникам акции – пивные и пластиковые бутылки. Они под каждым кустом и за каждым камнем. Акция «Очистки берегов озера Большое» в этом году стала самой массовой за все время ее проведения. Но работа по сохранению этого живописного уголка Шараповского района ведется и силами обычных жителей села. Так обычно мы живем тоже рядышком с озером. Но обычно ходим на озеро с пакетами, собираем. Мы там, как бы, прибрежную там вот зону, но здесь вот первый раз. Ну, почему? Потому что, конечно, нас волнует всех чистота нашего озера. Очень много отдыхающих у нас каждый год. И очень много мусора, соответственно. С собой не убирают люди. Берега озера Большое к летнему купальному сезону готовы. Силами экологического десанта отсюда собрали и вывезли 10 большегрузных автомобилей мусора. Участники уборки надеются, что ситуация изменится, и отдыхающие будут бережнее относиться к природе. А для этого бывает просто достаточно не оставлять после себя горы мусора. Власть со своей стороны планирует обустроить четыре площадки, на которых установят объемные контейнеры для сбора мусора. Сороковой театральный сезон закончился. В театре подводят итоги юбилейного года. Вспоминают историю и людей, которые создавали театр. В истории поиска можно выделить три периода. Народный театр под руководством Владимира Ивановича Евстифеева. Театр под руководством Юрия Александровича Лобанова, уже со своим помещением, получивший статус профессионального. И нынешний городской драматический театр «Поиск» под руководством Олега Ирмолаева. Несколько лет в театре не было режиссера. Приглашали мастеров из разных городов. В этом году в Лиссосибирск приехал молодой режиссер Олег Христолюбский. И с ним коллектив связывает большие творческие надежды. Я думаю, что театр будет продолжать расти. Он на сегодня добился колоссальных успехов среди муниципальных театров. И мы это с вами видим и слышим в новостях. Не только на региональном уровне, но и на уровне федерации. Лиссосибирский театр знают. И многие жители России знают город Лиссосибирск только благодаря театру. Это дорогого стоит, поверьте. За профессиональное мастерство и преданность делу глава города вручил почетные грамоты служителям мельпомены. Высокое мастерство театрального коллектива оценивают и зрители. Почему я хожу в наш театр? Потому что я его очень люблю. Потому что театр – мой ровесник. Потому что я выросла в этом театре. Потому что я помню, как строился этот театр. Я видела его на всех этапах. Искусство, оно всегда делается энтузиастами, фанатиками. Те, которые мы сегодня и наблюдали. Это замечательно. Юбилейный сезон принес много хороших сюрпризов и заслуженных побед коллективу. В первую очередь, конечно, то, что к нам приехал на постоянную работу молодой режиссер. Конечно, это поддержка, тот грант, который был выделен партией «Единая Россия», инициирован. То есть партия «Единая Россия», на которой мы смогли обновить зрительный зал, обновить световое оборудование. Для нас это тоже было очень важно, потому что много лет мы работали. Уже к нам хотелось, чтобы было что-то все-таки по качеству, не поярче. И теперь мы сможем радовать зрителей новыми эффектами, какими-то еще. Это тоже для нас очень большое событие. Ну и, конечно, то количество фестивалей, на которые мы умудрились съездить в этом сезоне, оно тоже просто для меня, как руководителя, конечно, зашкаливает. Потому что я сам не понимаю, как мы умудрились. Конечно, здесь без поддержки администрации города и Министерства культуры Красноярска не обошлось. Одна из главных наград 2018 года – «Золотая маска. Российская национальная премия» проходила в Москве. В номинации «Эксперимент» театр «Поиск» представил спектакль «Лисосибирск Лойс». На этом экспериментальные поиски не закончились. Сразу после юбилейного вечера труппа театра снова собралась в дорогу. Впереди очередной фестиваль театров «Малых городов» в Новороссийске. В Бородино прошел второй этап чемпионата Красноярского края по мотокроссу. В нем приняли участие более 70 спортсменов из Абакана, Минусинска, Черногорска, Шушенского, Красноярска, Томска, Зеленогорска и Заозерного. Состязания шли в девяти классах мотоциклов в каждом по два заезда. «На этой трассе я третий раз. Трасса очень хорошая. Если сравнивать с другими трассами, где проходят этапы, мне эта трасса больше нравится». Дмитрий Иванов в соревнованиях по мотокроссу участвует уже в пятый раз. Признается, соперники из года в год попадаются все сильнее. Но это, напротив, придает силы идти вперед. «Плодический настрой, конечно, нужен, чтобы не забояться что-то сделать в какой-то момент. Ну и четкость попадания в трамплин. Все равно это первое, что должно быть на уме». А Юрий Щеглов из Абакана использует свои хитрости, чтобы добраться до финиша первым. Его талисман – это порядковый номер на железном коне. Каждый год он меняется. Сегодня эта цифра – 80. Именно столько лет исполнилось спортсмену в этом году. Мотоциклетным спортом Юрий увлекся еще в детстве. «Когда приехали мы сюда, ребята все подходят. Старые еще, которые в детстве мы ездили. Представляете, вот как родные встречаемся. Это же, знаете, как воодушевляет, что встретился, как с детства, с своей юностью встретился. Вот это вот дают. А что занимаюсь? Пример молодежи подают. Не надо у компьютеров сидеть, надо заниматься спортом». По итогам двух заездов чемпионами второго этапа по мотокроссу в классе «Мотоциклы с колясками» стали спортсмены из клуба «Ермак» Андрей Петрович и Евгений. Золотую медаль в классе «Ветераны» завоевал бородинец Владимир Калинин. Дмитрий Иванов поднялся на третью ступень пьедестала почета. Победителями чемпионата в разных классах мотоциклов стали спортсмены из Минусинска, Абакана и Красноярска. Следующий этап чемпионата Красноярского края по мотокроссу пройдет в Зеленогорске в июле на новой гоночной трассе на Золиной горе.